Сегодня у нас 20 марта 2020 года. Говорить мы будем о гальванических процедурах, использующихся в косметологии. Из физиотерапии в косметологию, соответственно, перекочевало воздействие постоянным током. И называется это в медицине чаще всего электрофорез, а в косметологии больше принято называть ионафорез, по западному аналогу. Чем отличается вообще электрофорез и воздействие гальваническим постоянным током от, например, воздействия переменным током. Мы знаем тоже и в электромиостимуляции, и в микротоковой терапии, используется электропорация, есть такая процедура, в которой используется переменный ток. Но все они отличаются от гальванических процедур тем, что при гальванических процедурах, а их, в общем-то, две, это гальваническая дезинкрустация, разновидность аппаратной чистки и ионафорез, как его еще называют, гальванофорез или электрофорез. Когда мы вводим в глубокие слои кожи какие-то активные вещества из лекарственного препарата или из, в данном случае, косметического средства, и, собственно, самое большое отличие – то, что используется именно постоянный ток. То есть здесь как раз и есть вот этот момент, в котором очень многие путаются и очень много возникает вопросов про поляризацию, то есть про то, что такое вообще поляризованные растворы, гелия и так далее, и что такое, собственно, вот эти плюс-минус, которые мы должны учитывать при введении каких-то веществ в глубокие слои кожи, то есть чтобы заставить их преодолеть эпидермальный барьер. Значит, постоянный ток, он течет в одном направлении, то есть либо от плюса к минусу, либо от минуса к плюсу. Вот, и поэтому у нас обязательно должно соблюдаться такое правило, что мы при введении каких-то веществ, зная, как говорится, заряд, поляризацию того или иного раствора или геля, можем понять, с какого поляса его вводить. Как, собственно, здесь разобраться? Что такое вообще поляризация? Да, я обычно смеюсь, когда, например, спрашивают иногда люди, которые далеки немножечко, скажем так, от физики, от медицины, а ваши гели заряжены, вот, сразу вспоминается, как бы, там, 90-е или когда это были всякие Кашпировские, Алан и Чумаки, и как Задорнов их пародировал, говоря, поставьте ваш аккумулятор перед телевизором, я их тоже заряжу. Вот, на самом деле, конечно, это ничего общего не имеет, ни с какой энергетикой. Вот, и, собственно, это как раз физика. Это физика. Настойчиво. Надо отключить вообще. Одну секунду, извините. Вот. Значит, что такое вообще заряд? Да, у нас есть солевые растворы, да, у нас есть какие-то препараты вводные, в которых вещества, активные компоненты диссоциируют на ионы. Под воздействием электрического тока, как говорится, происходит эта диссоциация, происходит химические реакции на определенных электродах, да, на плюс или на минус, они разные. И в зависимости от того, какой заряд преобладает в этом препарате, с такого полиса, собственно, его и нужно вводить. Почему? Потому что мы знаем, вспомнив, например, ну, те же самые паровозики икеевские, детские, на магнитах, да, когда мы, например, одноименный заряд подносим друг к другу, они отталкиваются, и можно паровозик отправить, чтобы он ехал. А если они разноименные, да, то паровозики склеиваются, да, то есть притягиваются друг к другу. Так вот, вот это вот физическое свойство и, собственно, и используется в как раз гальваническом воздействии. То есть если мы представим себе препарат, в котором преобладает заряд, как, например, в нашей прекрасной гиалуроновой кислоте низкомолекулярной, преобладает заряд минус, отрицательный. Соответственно, для того, чтобы этот препарат, нанесенный на кожу, дефундировал как можно глубже через эпидермальный барьер, то есть, ну, как правило, задействуются все-таки пути наименьшего сопротивления для проникновения активных компонентов. Это выводные протоки сальных, потовы желез, лосоных фолликулов. Но при преобладании, например, отрицательного заряда, какой мы должны взять в руку, электрод, да, пассивный, активный, которым мы будем работать, он должен иметь тот же самый заряд, то есть минус. То есть у нас, например, в гиалуроновом растворе, да, в растворе натрия гиалуроната преобладают отрицательно заряженные вот эти вот хвосты гиалуроната, потому что натрия самого иона положительно заряженного гораздо меньше, и поэтому мы взяли отрицательно заряженный электрод, отрицательно заряженная гиалуроновая кислота у нас нанесена на кожу, и мы вводим при этом от минуса отрицательного заряда катода будут отталкиваться отрицательно же заряженные ионы, помните, паровозики те, да, натрия гиалуроната, и, соответственно, у нас гиалуроновая кислота будет проникать в глубокий слой кожи, она будет отталкиваться от одноименного полюса, к которому, собственно, подключен наш активный электрод. При этом, так как ток постоянный, нам всегда нужен пассивный электрод, который будет зажат в руке у пациента. Существуют определенные, естественно, меры предосторожности, которые мы должны всегда учитывать. Это довольно-таки частая ошибка, когда забывают об этом. Причем, как правило, те, кто использует эти аппараты, не имея должной специализации, это обязательное наличие гидрофильной прокладки между кожей и самим электродом. Почему это так необходимо здесь? Почему, например, при электропорации это не нужно? Можно нанести толстый слой геля и работать голым электродом по голой коже. А при, например, гливаническом воздействии это делать стегорически нельзя. Это связано с тем, как раз, что постоянный ток провоцирует реакции химические возле электрода. То есть, например, щелочный катод образуется, кислота может образоваться на ноде. И, соответственно, может быть химический ожог вот этими продуктами электролиза. Поэтому у нас всегда, например, электрод пассивный, мы берем салфеточку или берем специальную из пористого материала сумочку, в которую мы вкладываем электрод пассивный, который держит пациент. Вот у нас отжимается и увлажняется наша салфеточка. Мы заматываем этот электрод в несколько слоев, так, чтобы металл не коснулся кожи, чтобы хотя бы там, ну, как минимум полсантиметра толщиной был вот этот слой ткани. И даем в руку пациенту. И так он держит пассивный электрод в течение всего воздействия. Что у нас происходит с лицом? Мы наносим, ну, естественно, кожа очищается, протокол мы разберем еще. Очищается, глубокое очищение. Чем лучше мы уберем гиперкератоз, тем лучше будет доступ для активных веществ. Но самое основное, что мы наносим на лицо не только гель активный, который, или сыворотку, который мы хотим ввести, но и берем или вот такую масочку, пропитываем ее тоником. Под ней находится как раз активный препарат, который мы вводим. И проще всего для этого взять тоник, например, с гидролизатом коллагена и алоэ вера, самый простой, который, собственно, подходит очень хорошо для этих процедур. И вот эту вот масочку-то мы кладем на лицо пациента. И уже по ней мы будем аккуратно вводить активным электродом. Вот это очень-очень важно, об этом многие забывают. И это на этом я вот сочла нужным сакцентировать. Марина, на экране у вас не аппарат, а картинка с аппаратом. То есть надо вам, наверное, перезагрузиться, потому что видео у остальных есть. Это, видимо, что-то с вашим именно интернетом. То есть, может быть, перезайти еще раз вебинар, и появится тогда мое изображение. Вот. Я надеюсь, что всем остальным меня видно. Значит, значит, двигаемся дальше. То есть по поводу безопасности понятно. По поводу того, что этот ток постоянный, и вводить препараты нужно с одноименного электрода, это тоже понятно. Какая же сила тока у нас используется? Сила тока у нас используется очень маленькая. И, в общем-то, если по телу мы можем вытерпеть и, как говорится, более такое интенсивное воздействие электрическим током, ну, там до 50 миллиампер в среднем, то в области лица у нас максимально, как бы ограничитель стоит на 10 миллиамперах, но 10 миллиампер, конечно, никто на лице не вытерпит. Максимально где-то в среднем до 3,5 миллиампер сила тока, которая комфортна для пациента. Вот. Очень важно именно комфортное ощущение, потому что не должно быть жжение боли. Я еще раз об этом повторю, как говорится, но обязательно мы должны об этом помнить, что сила тока у нас всегда выставляется по ощущениям пациента. И это должны быть комфортные ощущения, то есть чувство легкого покалывания, мурашек, но никакого жжения и боли. Вот. На этом слайде, как бы, такая схема, как раз того, что я сейчас объясняла, что под действием постоянного тока глюванического разноименно заряженные ионы будут двигаться к противоположно заряженному электроду. То есть плюс пойдет к минусу, наоборот, минус пойдет к плюсу. Вот. Соответственно, минусовой электрод у нас называется катод, а плюсовой электрод положительно заряженный называется анод. Есть определенные требования к тем препаратам, которые мы используем. Я тоже об этом уже упомянула, но еще раз повторю, что это водорастворимые обязательно препараты. То есть это не может быть крем, это не может быть масло, это обязательно должны быть водорастворимые какие-то компоненты в солевом растворе, то есть он должен обладать электропроводностью некой. Вот. И за счет того, что благодаря воздействию постоянного тока и диссоциации активных компонентов на ионы мы проталкиваем как бы вот эти вещества в глубокие слои кожи, мы имеем возможность создать там на какое-то время депо препарата. Это, например, в медицине очень важно и хорошо, когда уже очень давно, много лет назад появились гальмонические процедуры, это как раз было очень нужным, потому что мы могли ввести, например, какие-то активные компоненты непосредственно в то место, куда они должны быть введены, избегая, например, инъекционного введения или перорального, потому что многие, например, препараты, банально даже те же самые НПВС, они обладают очень негативным воздействием, например, желудочно-кишечный тракт, вплоть до того, что могут вызвать эрозии и язвы. А при том, что мы можем, например, те же самые нестероидные противоуспалительные препараты ввести при корешковом синдроме в околопозвоночной зоне, то есть паравертебрально, и не задействовать при этом желудочно-кишечный тракт, получить эффект, или при каких-то там, например, проблемах с суставами можем ввести в эту область, то, естественно, это очень большой плюс, так как убирается часть побочных эффектов от препарата. И, соответственно, мы избегаем системного какого-то большого воздействия, когда нам это не нужно, то есть у нас не вводится препарат, не насыщает кровь в лимфу, а вводится непосредственно в то место, куда он должен попасть. Вот, собственно, это самый основной плюс гальванических воздействий. А что у нас используется в косметологии, как я уже говорила, это два вида воздействия. Это дезинкрустация при помощи постоянного тока, и это как раз ионофорез в введении активных веществ. Что у нас происходит при дезинкрустации? То есть это разновидность аппаратной чистки, которая задействует щелочную среду, которая на коже будет находиться. Обязательно щелочные используются растворы геля, то есть это гель дезинкрустирующий и лосьон дезинкрустирующий. Вот в отличие от ультразвуковой чистки, где, в принципе, лосьон мы можем заменить любым жидким препаратом, да, тоником, потому что там щелочная среда не столь принципиальна, когда мы добавляем жидкость, чтобы у нас просто кавитация была под скрабером более интенсивная, чтобы волна не затухала в геле. То здесь, например, очень важно, чтобы тот раствор, который мы будем пропитывать нашу масочку, трофильную прокладку, был щелочным. Гель и лосьон для дезинкрустации, они имеют совершенно идентичный состав, просто у них разная текстура. Лосьон – это жидкость, а гель – это гель. Вот. И, соответственно, гель мы используем и как холодное распаривание, то есть препарат для разрыхления эпидермиса, и одновременно он является препаратом, по которому мы работаем электрическим током, а лосьон нам нужен обязательно для того, чтобы собственно наша вот эта предохраняющая кожу прокладочка была именно щелочным раствором пропитана, чтобы это, как говорится, усиливало эффекты, которые мы хотим получить. Что за эффекты мы хотим получить? Так, а что у нас за какие-то звуки появились? Так, секунду. У нас тут просто вот этот удаленный доступ, он, конечно. Елена, у нас идет вебинар. Господи, боже мой. Елена Владимировна, у нас вебинар, отключите, пожалуйста, звук. Так, у нас просто сотрудники вышли в эту удаленную программу. Так, сейчас я попробую все тут подключать, чтобы нам не мешали. Вот, значит, продолжим. Какие реакции у нас происходят на коже при воздействии электрическим током по щелочной среде? Происходит у нас омыление липидов кожного сала, то есть это банальная реакция омыления жиров, которую мы делаем непосредственно на коже. протеолиз, удаление белка из бычного каротина, это означает то, что разрыхленный эпидермис, вот эти белковые структуры, какие-то мертвые керотиноциты, загрязнения, они растворяются, и мы их можем легко потом удалить. При этом, соответственно, для того, чтобы у нас реакция омыления жиров на коже произошла, нам и нужен щелочной раствор, потому что щелочь плюс жир, то есть в роли жира у нас выступают триглицериды кожного сала, получается в итоге мыло, если мы добавляем натрий у аж, например, у нас получится твердое мыло, калию аж, у нас получится жидкое мыло, соответственно, у нас соли калия в гелии, в лосьоне дезинкрустирующем находятся, поэтому мы на выходе получаем жидкое мыло, смываем прекрасно все потом с кожи. Когда нам, собственно, дезинкрустация нужна, тогда, когда у нас тугие поры, когда молодой пациент, которому очень сложно выдавить, например, какие-то комедоны, закупоренные поры, тяжело как бы обрабатывать, вот тут как раз дезинкрустация очень хорошо подходит и помогает, потому что во всех остальных случаях мы можем обойтись банальным холодным распариванием, можем усилить его действие при помощи, например, легкого пилинга энзимной пектиновой маски, вот, и, собственно, нам не нужны какие-то дополнительные манипуляции аппаратные, но вот когда очень сложно удалить комедоны и когда, например, комедональная форма акне, при таком, как говорится, такой ситуации, что очень тугие поры, жирная, плотная кожа, то как раз вот гальваническая дезинкрустация является как раз методом выбора, да, чтобы облегчить чистку, то есть все аппаратные чистки, прошу заметить, они являются все-таки элементом комплексной чистки, никогда не нужно, там, например, утрозвуковую чистку или гальваническую ставить как отдельную процедуру в прайс там своего медицинского центра, потому что это все-таки вспомогательное воздействие, а мануальную чистку при помощи которой, да, при помощи рук и ложки уны, грубо говоря, когда мы удаляем воспалительные какие-то элементы, да, пустулы или выдавливаем комедоны, к сожалению, как говорится, никто не придумал ни одного аппарата, который бы это делал за нас, вот, поэтому всегда это является этапом комплексной чистки, как правило, это начальный этап, да, мы делаем какое-то аппаратное воздействие или ультразвуком убираем гиперкератоз, или хорошо разрыхляем, как говорится, глубоко при помощи гальванической энзокрустации, эпидермис и растворяем кожное сало на поверхности находящейся, но все же потом мы дочищаем руками. Что же за ионофорезом, как говорится, это уже этап не очищения, да, а активного ухода, то есть при помощи ионофореза мы можем вводить активные вещества, глубокие слои кожи, как я уже говорила, задействуются пути наименьшего сопротивления, то есть это выводные протоки сальных потовожелез волосыных фолликулов и естественно способность вещества проникать глубоко, она зависит от его физико-химических свойств, от величины молекулы во многом зависит, чем меньше молекулы, тем больше и лучше проникнет и собственно от того, насколько например под воздействием электрического тока это вещество вообще способно дефундировать через термальный барьер преодолевать роговой слой. Значит помимо того, что электрический ток постоянный может нам чего-то протолкнуть как говорится поглубже, он сам по себе имеет определенное влияние на кожу и у каждого соответственно полюса, у каждого электрода с определенной полярностью плюс или минус есть свои воздействия на кожу и вот эти реакции организма тканей в зависимости от полярности электрода я отразила в этой табличке. Самое основное то, что катод минусовой электрод создает щелочную реакцию на кожу поэтому мы кстати имеем например больше шансов получить химический ожог под катодом чем под анодом вот поэтому щелочная реакция она как раз характерна для воздействия током с электродом отрицательной полярности и это как раз задействуется в процедуре например гальванической дезинкрустации катод способен открывать поры то есть расширению пор то есть это нам тоже как раз при дезинкрустации хорошо помогает вот то есть возникает такое явление как электроосмос то есть разрыхляется влага притягивается в эпидермис он разбухает размягчается гидротируется собственно это тоже нам в общем-то на руку когда мы хотим использовать отрицательную полярность в сочетании с щелочными растворами для чистки и в то же время когда мы вводим с отрицательной полярности какие-то активные вещества эти эффекты нам в общем-то не особо мешают но мы должны учитывать что они имеют место быть сосуды реагируют расширением то есть в принципе при воздействии электрическим током с отрицательной электрода на лице может возникнуть кратковременная гиперемия это нормально и поэтому кстати в противопоказаниях купероз является противопоказанием имеется в виду конечно такой уже купероз выраженный для воздействия электрическим током потому что это достаточно большая нагрузка на сосуды то есть все электропроцедуры даже электропорация гальванов РС там РФ лифтинг кроме за исключением микротоковой терапии вот мы при куперозе не используем а вот микротоковой терапии когда мы в микроамперном диапазоне подпороговым воздействуем на кожу там как раз наоборот она является процедурой выбора наряду с лазерной терапией низкоэнергетическими лазерами для как раз лечения купероза то есть все что в миллиамперном диапазоне то куперозом нельзя а то что в микроамперном диапазоне то можно и нужно значит помимо сосудистой реакции у нас активизируются и железы как бы активность их увеличивается нервные окончания возбуждаются то есть все как говорится то есть катод у нас такой активный возбудитель всяких реакций тканевых и соответственно повышается чувствительность и наряду с защелачиванием это такой процесс достаточно активный вот и как его можно нейтрализовать да его можно нейтрализовать но либо он сам соответственно нейтрализуется за какое-то время потому что мы например нет обязательного требования что например после воздействия катодом при введении гиалуроновой кислоты срицательного полюса нам нужно обязательно использовать анод это относится только как раз тогда когда создается избыточная щелочная среда например на коже когда мы используем щелочные растворы то есть только при чистке при всех остальных процедурах при ионах арезии мы вводим препарат с того полюса с которого он лучше заходит как говорится есть специальные исследования на эту тему таблички и собственно мы не не обязаны как говорится потом ввести значит вижу вопросик отвечу потом вот если мы имеем положительно заряженный электрод то соответственно у нас все эти реакции с точностью до наоборот то есть снижение пааж кислая среда у нас на коже возникает поэтому мы как раз я расскажу о дезинкрустации будем вот этот вот как говорится второй этап дезинкрустации аппаратной чистки как раз проводить с плюса для того чтобы нейтрализовать воздействие катодам то есть поры у нас сужаются то есть то что мы расширили скрывается микроциркуляция успокаивается с шеями сосудов они тоже сужаются железы тоже успокаиваются нервные окончания успокаиваются вот это вот разбухание гидротация эпидермиса она тоже нивелируется то есть восстанавливается ее плотностью подсушивается и таким образом собственно мы вот эти вот реакции которые вызвал у нас отрицательно заряженный электрод мы нивелируем вот соответственно по поводу силы тока по поводу силы тока здесь то что я говорила да ощущения именно должны быть у пациента комфортные вот и так как у нас каждый человек индивидуально чувствует у него индивидуальный порог чувствительности у кого-то например комфортные ощущения могут закончиться на полутора миллиамперах да у кого-то на трех с половиной вот поэтому всегда когда мы делаем эту процедуру у нас пациент готов да лежит масочка мы приложили электрод к какому-то ну менее чувствительному участку не поднос куда-нибудь и мы начинаем прибавлять потенциометром силу тока до появления вот этого ощущения ползаный мурашек покалывания и так далее и только тогда когда силу тока отрегулируем мы можем начать процедуру в процессе процедуры чувствительность она немножечко снижается поэтому можно в процессе процедуры чуть-чуть прибавить силу тока если пациент говорит что он практически ничего уже не чувствует вот так же делается и в медицине когда мы что-то вводим и соответственно то есть таким образом можно отрегулировать да то есть чтобы у нас приблизительно одинаковая сила тока была одинаковое воздействие в течение всей процедуры сама процедура длится в области лица шеи декольте не больше 20 минут соответственно вот эта зона то есть где у нас щитовидная железа находится никогда не обрабатывается никакими аппаратами никакими электродами при этом средства активные мы можем естественно нанести на всю шею если нам нужно но просто не работаем в этой зоне электродом вот и если мы используем процедуру курсом то есть это я о ионофорезе сейчас говорю то как правило по собственно как в классической физиотерапии принято это 8-10 процедур с интервалом 1 или 3 дня максимум то есть идеально ежедневно можно через день через 2 на 3 это уже прям совсем далеко если мы используем дезинкрустацию гальваническую для чистки то как и любая чистка делается она не чаще раза в неделю а как правило делается все-таки реже регулярных каких-то глубоких очищений не требуется если человек за собой нормально ухаживает делать там допустим 1-2 раза в неделю сам себе энзимную маску делать какие-то глиняные масочки то есть ухаживает за кожей не допускает интенсивного такого гиперкератоза то в принципе чаще чем раз в месяц чистка в условиях косметического кабинета она не требуется вот соответственно то о чем я как раз вначале рассказывала да может быть тот подсоединился позже что обязательно нам нужна гидрофильная прокладка то есть в данном случае в области лица если мы работаем это масочка для того чтобы у нас химические какие-то вот эти реакции которые происходят под электродами не повлияли негативно на кожу вот что касается способов воздействия ну в косметологии чаще всего используется используется лобильная методика да то есть мы берем электрод пациенту в руку даем другим мы работаем он может быть в виде такого как бы катающегося бочоночка может быть в виде грибочка тогда мы уже не по маске работаем им как правило а его оборачиваем в пропитанную нужным нам тоником например раствором салфеточку ну резиночкой здесь закрываем и уже по коже можем работать непосредственно электродом вот где-то у меня кстати здесь есть файл с такими вот какие они бывают да вот то есть может быть и грибочек такой вот как вот здесь вот соответственно существует способ воздействия такого стационарного да ну в косметологии честно говоря практически не используется это когда используется например электрод в виде полумаски маска берганье на противоположном плече например ну или в руке да у нас пассивный электрод находится и активный электрод у нас не мобильный а полумаска вот и соответственно тоже нанесен препарат какой-то на лицо например пропитана эта масочка гелем или там лосьоном и соответственно вводится активный препарат таким способом вот можно теоретически сделать эту полумаску из вот такой масочки как я сейчас показывала самому берется обычный стационарный электрод оборачивается вот так вот как половиночка да вот и соответственно можем тоже на одну половину лица положить ее в другой руке у нас электрод и воздействовать но в принципе как я уже говорила это крайне редко когда кто использует косметологию и собственно здесь уже не практически невозможно как говорится куда-то там в какие-то труднодоступные места зайти и так далее то есть не факт что равномерно будет препарат у нас распределяться вот что еще очень важно это противопоказания противопоказания у аппаратных воздействий они на самом деле практически идентичны для всех процедур которые мы имеем вот и соответственно если мы соответственно если если мы используем так секундочку что-то слетело вот если мы используем какое-то аппаратное воздействие будь то лазерной терапии микротоковой терапии еще что-то еще что-то то в принципе эти противопоказания практически все идентичны на первом месте у нас будет стоять онкология то есть какие-то новообразования слокачественные либо доброкачественные не диагностированные точно и допустим имеющие склонность к росту у нас беременность является абсолютным противопоказанием к любым аппаратным процедурам ну не только аппаратным честно говоря вот потому что например банально даже какая-нибудь депиляция может вызвать гипертонус у беременной например на особенно последних триместр поэтому не делаем эти процедуры воспалительные процессы какие-то гнойные биодермии и так далее причем не только на коже но и где-то там внутри тоже какие-то воспаления они являются противопоказанием для аппаратных воздействий какие-то хронические тяжелые заболевания со стороны гептобилярной системы со стороны сердечно-сосудистой системы и так далее то есть если человек ну скажем так тяжелый хроник вот то в рамках косметологического кабинета мы как правило аппаратные воздействия ему не рекомендуем это не означает конечно что мы не можем их вообще использовать в физиотерапии например по показаниям мы конечно же будем использовать причем зачастую те же процедуры которые ему противопоказаны в косметологии но сам такой банальный пример это например использование лазерной терапии для заживления трофических язв у диабетиков декомпенсированных в тяжелом состоянии вот при этом лазерной терапии если в косметическом кабинете он захочет себе биоревитализацию лицо сделать гиуроновую кислоту ввести то мы ему откажем вот или например пресс-терапия которая используется для снятия лимфостаза отека например у женщин после мастоктомии когда у нас регионарные у человека лимфоузлы удалены и мы опять-таки не можем конечно же взять с онкологии в анамнезе человека на косметические аппаратные процедуры об этом надо помнить вот соответственно какие-то нарушения в области кожных покровов места воздействия экземы дерматиты распространенная форма акне опять-таки нарушение кожной чувствительности какие-то неврологические проблемы в процедурах например связанных с электрическим током это мега важно в отличие например от ультразвука потому что мы как раз выставляем силу тока по ощущениям пациента вот и если у нас эти ощущения как говорится отсутствуют по каким-то причинам внутренним то мы не сможем правильно дозировать электрический ток вот эпилепсия является противопоказанием абсолютным для воздействия электрическим током ну и в принципе практически для всех аппаратных процедур кроме того естественно наличие кардиостимулятора понятно вот но и металлические импланты в данном случае особенно когда мы воздействуем постоянным током это является противопоказанием потому что да действительно мы можем взять капу специальную или скрутить турундочку или взять стоматологическую турунду и проложить между например кожей и нижней челюсти если в нижней челюсти стоит имплант заизолировать его пока эта турунда будет сухая ток действительно это не пройдет вот но лучше кажется когда есть дентальные импланты все-таки постоянный ток не использует это не относится к микротоковой терапии это не относится к разруковому воздействию то есть чем опасен для импланта металлического постоянный ток тем что он может разогреть имплант то есть достаточно глубоко проникнуть и разогреть имплант и вокруг импланта произойдет резорпция кости соответственно имплант возьмет и выпадет И это, конечно, для пациента будет очень неприятно и накладно. Поэтому, когда стоят дентальные импланты с металлическими штифтами, то, конечно, лучше с постоянным током не работать с таким пациентом. То есть не делать ему глибоническую дезинкрустацию, ионофорез, не делать ему, ну, нежелательно делать электропорацию, а вот микротоковую терапию делать можно. Соответственно, при куперозе, как я уже упоминала, тоже процедуры, связанные с воздействием током в милиамперном диапазоне, опять-таки, все, кроме микротоковой терапии, тоже нежелательно. И, соответственно, даже если мы вроде бы хотим полезные вещества ввести, там, антикуперозный гель, например, наше прекрасное, со всеми венотониками, которые только в природе существуют, то, к сожалению, само воздействие электрическим током, оно будет, его негативный эффект превышать, позитивный эффект от препарата, который мы вводим. Поэтому для введения, например, антикуперозного геля пациентам с куперозом или розацией лучше предпочесть ультразвуковое воздействие, которое не дает таких эффектов побочных воздействия на сосуды. Вот, соответственно, как, опять-таки, я уже говорила, тоже на этом слайде резюмирую, что гальваническая цинкрустация, она нужна тогда, когда кожа жирная, когда у нас, соответственно, эта жирная кожа имеет тугие поры, когда у нас пациент чаще всего молодой, и при этом у этого пациента очень трудно эвакуировать кожное сало. И тогда нам как раз на помощь придет дезинкрустация, для того, чтобы разжижить максимально это кожное сало прямо на поверхности кожи, и так как у нас ток достаточно глубоко проходит, то практически в глубине фолликула. Вот, и таким образом мы помогаем, соответственно, эвакуировать вот это труднодоступное вот это вот кожное сало. Вот, поэтому здесь очень важно понимать, кому мы будем это делать, кому мы не будем это делать. Вот, и, собственно, как бы для того, чтобы нам лишних, как говорится, процедур пациенту не делать, вот, я вижу вопрос, да, про кардиостимулятор. Да, вот по поводу, можно ли работать самому оператору, да, я бы не стала, потому что вы все равно дотрагиваетесь до пациента и так далее. То есть может наступить такая ситуация, когда ток все-таки проходит через вас. Поэтому, если стоит кардиостимулятор, я бы, конечно, аппараты такие в работу не брала на вашем месте, потому что это нежелательно. Вот. Что касается... Что касается... А травматической... А травматичной чистки, да, то есть когда у нас вроде бы нельзя, да, чистить руками, может быть, достаточно много каких-то воспалительных элементов, тут есть некий такой нюанс, да. Если это комедональное больше преобладают, как бы поры закупоренные, да, преобладают там открытые-закрытые комедоны, да, нет множества воспалений, да, каких-то там папул, например, то в принципе... Или пусту. Вот. То в принципе мы можем в рамках отравматичной чистки использовать гальваническое воздействие. Но если же у нас, например, более 10 воспалительных элементов, особенно пустулезных, то это считается нарушением целостности кожных покровов, да, и тогда мы уже гальванику в виде такой процедуры использовать для травматичной чистки не сможем. Вот. И, соответственно, там мы уже будем отравматичную чистку проводить по правилам, по которым проводится классическая отравматичная чистка. То есть берем сначала, допустим, энзимную маску или дезинкрусирующий лосьон под пленку, то есть делаем холодное распарение, смываем, кладем глиняную маску, смываем, кладем успокаивающую маску. То есть отравматичная чистка – это, по сути, чистка, когда мы до пациента руками не дотрогиваемся. Вот. Соответственно, при ионофорезе мы будем использовать те препараты, которые нам по показаниям нужно ввести. То есть иногда клиенты спрашивают, да, а какие у вас есть гели или сыворотки для, например, для гальваники или для ультразвука. На самом деле нет препаратов для гальваники или для ультразвука. Да, есть препараты, которые можно вводить постоянным током, есть препараты, ну, наши гели, сыворотки, все можно вводить, например, ультразвуком. Вот. По всем практически препаратам можно сделать микротоковую терапию, но в случае форетических процедур, то есть форезов, когда мы вводим активное вещество в глубокую кожу, то есть нестимулирующую воздействию, как при микротоках или электромиостимуляции, а это именно воздействие с введением. То, соответственно, мы будем учитывать показания, то есть какой пациент у нас, к кому, собственно, мы какой препарат можем подобрать, в том числе и в домашний уход. Просто наши препараты, они все без исключения могут использоваться, например, в домашнем уходе для пролонгирования эффекта кабинетных процедур. Вообще просто без кабинетных процедур в домашнем уходе. Потому что они очень все активные, их все можно использовать, все гели, все сыворотки можно использовать практически под любой крем и так далее. Даже если вы используете не гельтековский крем. И поэтому у каждого из них есть определенные нюансы, по которым мы определяем, что мы будем использовать. То есть, например, если у нас антиэйдж, пациент с возрастными изменениями, допустим, мелкоморщинистый или деформационный тип старения, может быть, гипертонус мышц мимических, то есть мы берем, плюс, может быть, обезвоженность кожи дополняться. То мы берем те препараты, в которых есть компоненты, которые влияют на эти проблемы. То есть мы берем, например, для чувствительной зрелой кожи, мы берем гель для зрелой кожи формула-1, в котором есть соколой веры, который снимает чувствительность, антиоксиданты, витамин С. и будем его вводить. Если, допустим, опять-таки, кожа тоничная, тусклая, уже возрастная, и тоже нужны антиоксиданты, например, какое-то такое воздействие, больше связанное уже не только с начавшимся, каким-то таким, с фотостарением, а уже такие выраженные признаки, можем взять гель антивозрастной, гель нео. Вообще, на самом деле, если есть пометочка нео на препарате у нас, это означает, что в него входит липосомальный дегидрокверцитин. Это очень активный биофлавоноид, который, собственно, достаточно хорошей и проникающей способностью обладает, потому что он в липосомальной форме. И поэтому, если, допустим, пациент возрастной, или, допустим, атоничная, тусклая кожа, кожа курильщика, то нео – это препараты выбора. То есть есть антивозрастной гель нео, есть гель для сухой и нормальной кожи нео, в котором больше венотоников. То есть если еще сопутствуют сосудистые проблемы, купероз и так далее, то тогда предпочтем гель для сухой и нормальной кожи нео. То есть берем препараты серии нео. Тоже, опять-таки, можем вводить. Гель тонизирующий можем вводить. Если нам нужны витамины, там витамины АЦЕ в составе, плюс, если нужно какое рассасывающее действие, там соль рапан в составе, то есть если постакне, например, элементы есть, можем гель тонизирующий, гель пектиновый вводить. При постакне, при элементации, например, гель пектиновый, тоже очень хорош, потому что там цитрусовый пектин, который отбеливает кожу. Ну, конечно, не так сильно может быть, как коевая кислота и арбутин, но зато его можно использовать всесезонно. Если кожа обезвоженная, то, конечно же, препаратом выбора будет гиалуроновая кислота 2% наша, то есть келькоцентрат с низкомолекулярной гиалуроновой кислотой. И если у нас, например, отечность какая-то, мы можем вводить гель для кожи вокруг глаз. Естественно, мы близко к коже, близко к глазам не работаем электрическим током, но по костному краю орбиты спокойно можем работать. И также можно вводить в принципе и гель с БТА эффектом. Но могу сказать, что пептидами релаксанты не самый лучший вариант вводить их постоянным током, потому что они могут как-то себя может быть не совсем хорошо повести. Конечно, пептиды лучше либо вводить ультразвуком, либо использовать в домашнем уходе регулярно. И для этого, например, для домашнего ухода есть прекрасная сыворотка миорелакс с 7% аргирелином и антиоксидантом, антишоком и артишоком. Соответственно, мы можем утром и вечером на очищенную кожу наносить эту сыворку, слегка втирая на те зоны, где есть гипертонус мимических мышц. Имеем там жирную проблемную кожу, будем вводить гель для жирной кожи, будем вводить гель пектиновый, который тоже очень хорошо влияет на жирную кожу, противосвалительный эффект имеет. Он опять-таки убирает, способствует быстрому разрешению постактно, более быстрому разрешению. Вот здесь я отразила варианты, как мы подбираем. Какую проблему мы видим, то и будем вводить. Кстати сказать, у меня тут есть наша литература прекрасная. Многие спрашивают, как, например, определить полярность. То есть, если на этикетке не написано, сейчас запретили, честно говоря, писать уже на этикетках использование в профессиональных процедурах. Поэтому для этого профмарки имеют компендиумы, методички, обучают косметологов, проводят вебинары, семинары, для того, чтобы знали, как работать с этой косметикой. У нас тоже, кажется, все это есть. У нас есть вот такая книжечка, методические указания. Она выложена онлайн у нас на сайте. Ее не надо покупать, она бесплатная. И там можно всегда посмотреть, вот, например, не знаю, там будет видно или нет, допустим, с какого полюса, например, вводить тот или иной препарат. Вот, например, гель для сухой нормальной кожи Нео. Смотрим, с какого полюса вводить. Есть препараты, которые вводятся с определенного полюса, например, как гиалуроновая кислота, с тридцателем, потому что больше ионов тридцателем заряженных присутствует там, в составе препарата. А есть те, которые, например, биполярные, которые можно теоретически вводить с любого полюса. Но в косметологии чаще всего задействуется при биполярном введении такой способ, как последовательное введение. То есть мы вводим сначала с минуса, потом с плюса. Имея как раз данные о том, что катод обладает возбуждающим действием, а оно наоборот успокаивающим, поэтому такая последовательность. По сути, конечно, с точки зрения классической физиотерапии, это не совсем верно, потому что биполярные вещества, как мы можем вводить, с любого полюса, то есть либо с того, либо с другого. А вот такое последовательное воздействие, оно вообще в физиотерапии не используется. Но с чем это связано? С тем, что в отличие от медицины, где, как правило, монопрепараты, у которых одно действующее вещество чаще всего используется, в косметологии очень много комплексных препаратов. Эти комплексные препараты, они, как говорится, содержат те вещества, которые могут внедриться при помощи воздействия электрического тока. Есть, которые не могут. Сейчас я еще один чат отключу, чтобы меня не беспокоил. Что здесь происходит? Естественно, как говорится, при воздействии электрическим током мы не можем точно сказать, сколько какого вещества и как глубоко проникнет чаще всего. Но мы понимаем, что есть исследования. Естественно, все препараты, которые можно вводить электрическим током, они исследуются. В том числе даже производители, например, сырья или препаратов даже используют гистологические исследования. Например, когда тестируют наш производитель гиалуронки чешский, он нам все исследования присылает. Исследуется, например, глубина проникновения той же самой низкомолекулярной или ультрамолекулярной гиалуроновой кислоты в глубокие слои кожи. Даже гистологические исследования. Инвиво и Эксвиво. То есть на свиномухе используется такое исследование. То есть туда вводят, а потом, естественно, свинья не живая. Смотрится срез, куда дефундировала гиалуроновая кислота. Либо даже проводились исследования Эксвиво. Инвиво. То есть когда на живом человеке брали из незаметного участка, как говорится, за ухом, кусочек кожи, и тоже проводили гистологическое исследование, где, собственно, вот эта ультрамолекулярная гиалуроновая кислота или низкомолекулярная оказывается. То есть такие исследования тоже проводятся. Вот. Значит, ну, как говорится, если нужно узнать, с какого польза вводить или вводится ли биполярный этот препарат, то берем методичку и там смотрим. Да, у нас еще есть каталог, он тоже бесплатно выложен на сайте. Вот. И там как раз самые такие основные данные по всем препаратам есть. Да, как чего, собственно, для чего оно лучше его использовать. То есть там мы посмотрим показания, например. В методичке в белой тоже есть и протоколы процедур с расчетом себестоимости и так далее. А кроме того, о каждом препарате можно узнать на нашем сайте. Есть видеообзор по каждому косметическому препарату, где можно нюансы применения тоже услышать. Вот. И еще такая очень хорошая книжечка у нас есть «Шаг за шагом к идеальной коже». Это мы сделали иллюстрированные такой фото протоколы. Тоже бесплатно выложено у нас там в PDF. Можно скачивать или онлайн смотреть. Основные такие, самые востребованные процедуры аппаратные и не только которые используются как раз с использованием нашей косметики. Вот. Можно тоже посмотреть. Вот. По поводу показаний, противопоказаний и как бы пока вопросов нет. Вот. То есть если 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 какие-то сейчас у вас возникают вопросы, пишите сразу. я и потом все их по возможности обработаю. Вот. Нет пока вопросов. Связь нормальная. Все слышно меня? Видно? Да. Тут как бы в таких экстремальных условиях надо смотреть. Так. Ну, пока вопросов я не вижу. Ага. Отлично. Вот. Едем дальше. по поводу протоколов процедур. Да, сразу. По поводу протоколов процедур. В принципе, протокол универсальный, который я на всех, как говорится, наших семинарах рассказываю. этот же протокол подходит и к гальваническим воздействиям. То есть это у нас поверхностное очищение. Естественно, мы будем использовать или очищающий гель. Это самый универсальный вариант. Им можно и макияж с глаз смыть. И прекрасно он не сушит кожу, потому что только кокоглюкозит в составе. Нет ни лаурет, ни лаурилсульфатов. Ну, в общем, многие, кто на гельтеке давно уже работают, его прекрасно знают. Еще у нас есть пеночка новая, которая вышла с пенообразователем. То есть очень приятная она органолептически. Очень она нравится в домашнем уходе пациентам. Ну, собственно, ее и выпустили в серии хоум-кеа. Вот. И, соответственно, мы умываем дважды. Или, как я на самом деле всегда рекомендую какой-нибудь жиросодержащий тоже очищающий препарат иметь в кабинете. К сожалению, гельтека пока нет. Может быть, скоро выйдет что-то подобное. Но пока нет. Но либо гидрофильное масло, либо молочко какое-то лучше в кабинете тоже иметь. Потому что пациент может прийти, как говорится, в боевом раскрасе после работы и приходится плотные тональные какие-то средства смывать. И мягкие очищающие средства с этим могут не справиться. Потому что жир растворяется жиром. Соответственно, молочком или гидрофильным маслом удобнее снять плотную тональную основу. И после того, как уже использован этот жиросодержащий очищающий средство, тогда уже используем гель, чтобы дочистить кожу уже от пленки, которая оставляет жиросодержащие средства от каких-то там еще загрязнений неудаленных. То есть получается двухэтапное умывание. После этого у нас производится глубокое очищение, то есть холодное распаривание или дезинкрустирующим гелем, или энзимной маской, или можно, если это не чистка, как говорится, и нам не нужна пленка, и сильное разрыхление, то можем сделать массаж влажными руками по энзимной маске. Это как раз прекрасный совершенно способ подготовить кожу для каких-то антиэйдж процедур или там интенсивно увлажняющих процедур. То есть не обязательно делать классическое холодное распаривание с использованием полиэтиленовой маски или пленки. Можно сделать массаж по энзимной маске и будет тоже прекрасно, как говорится, и гиперкератоз убирает, кожа становится гладкая, такая ухоженная. То есть очень хорошее до и после, когда мы этот этап используем. Но опять-таки, если мы собираемся аппаратное воздействие, как говорится, применить, то мы делаем чаще всего классическое холодное распаривание с использованием дезинкрустирующего геля. И его наносим мы под пленочку такую на 15 минут. То есть не обязательно маску готовую такую использовать, можно обычную пленку пищевую взять. И наносится таким средним слоем на 15 минут. И после этого мы уже, собственно, будем делать процедуру той же самой гальванической дезинкрустации, например. Что нам нужно, соответственно, для того, чтобы провести гальваническую процедуру. Ну вот здесь в данном протокоре, например, мы используем и дезинкрустацию, и ионофорез, то есть электрофорез. В первую очередь нам нужен аппарат, который это может сделать. Вот у меня здесь, сейчас попробую сфокусировать, не знаю, как-то на табло, мне кажется, о, вот так вот, если близко поднести, табло видно, да, вам? Вот. Значит, да, Ольга, в записи, конечно, он будет, он выйдет буквально там, ну, через несколько дней после того, как, соответственно, мы его проведем. Вот, на Ютубе, на нашем канале. Вот, смотрите, у аппаратов, которые я использую, НПЛЦ техника, у них еще есть аппарат гальвафор, попроще. Вот, он как раз у меня в начале там, вебинара, на картинке. Вот, там только для гальваники, да, функция гальваники. Здесь у нас, на самом деле, физиомелд, он предназначен для кабинетов физиотерапии, соответственно, тут масса физиопроцедур, которые, в общем-то, косметологу особо не нужны, но для косметологии мы выбираем, сейчас попробую показать, вот где написано гальванизация и электрофорез. Вот, соответственно, выбираем мы, вот, кнопочкой, которая, выбор, да, сейчас, выбор, двигаемся до гальваники, гальваники, и электрофореза, и выбор. Вот, мы ее выбираем. И мы видим, да, у нас появился плюс и минус, у нас электроды получили заряд, причем на вот этих аппаратах у нас легким движением руки кнопочкой полярности этот заряд можно поменять, то есть у нас будут электроды заряжены так, как нам нужно. Вот, и дальше мы выбираем диапазон, да, постараюсь тоже показать. Вот, диапазон. Здесь у нас 10 мА, это ограничитель, это не значит, что мы будем работать на 10 мА, да, соответственно, вот, выбираем его, а можем мы поставить, например, 80 мА, и работать по телу, да, ну, микроамперный диапазон для гальваники нам, в общем-то, не нужен. Вот, поэтому мы оставляем 10 мА, опять выбор, да, и выше 10 он у нас по-любому не прыгнет. Вот, работать мы будем, опять-таки, как я уже говорила, выставляя по ощущениям пациента в силу тока до покалывания мурашек, но не до жжения и боли, вот, но в случае какой-то случайной, да, в случайности он все равно не ударит его сильно током, потому что выше 10 мА аппарат ему не даст. Вот, ну, и дальше, вот, если мы вниз спустимся вот сюда, вот у нас, сейчас, я не ту нажала, сейчас, выбор, вот, если мы спустимся еще ниже, вот, то мы можем выставить время воздействия, 20 минут, например. Вот, у меня здесь стоит 5 минут, точно так же мы можем, выбор, он начал мигать, и выставляем время, да, которое нам нужно, да, выставили 20 минут, запомнили кнопочкой выбор, да, и вот у нас аппарат готов к работе, и, соответственно, когда мы уже будем работать с пациентом, у нас кнопкой пуск мы будем запускать, как говорится, наше воздействие. Здесь у меня двухканальный, но для косметологического кабинета достаточно одноканального аппарата, который, собственно, не очень видно, вот, собственно, имеет один канал только, и называется физиомалт-1К, да, этот, в принципе, просто нужен, например, физиотерапия, когда уже двум пациентам одновременно проводить какие-то процедуры косметологии, такое не применяется, вот, поэтому достаточно 1К. Производство вот этого данного моего аппарата, на самом деле гальванические аппараты делают массу производителей, поэтому, в общем, это несложно найти. Соответственно, все выставили, потом, когда мы уже подготовим пациента, прислоним электрод активный к коже, мы только тогда нажмем пуск, и будем этим потенциометром выставлять силу тока. Значит, очень хорошая функция здесь в том, что вот этого потенциометра, у него нет, как сказать, фиксации силы тока, да, то есть у него все время ноль, то есть только, когда мы начали процедуру, да, в каком бы положении он ни оставался, все равно будет ноль, и только потом, когда мы уже пуск нажали, у нас, вот, мы можем его крутить и повышать силу тока. Это связано с тем, что здесь стоит очень хорошая защита от того, что если бы тут, например, мы закончили процедуру, да, он у нас случайно повернулся, вот так, да, и было там каких-нибудь 5 миллиампер, да, и мы дотронулись до пациента, ему было бы очень больно, да, а здесь, как бы у нас этот потенциометр не стоял, в каком положении, он все равно в начале процедуры стоит на нуле, пока мы не начали его поворачивать, понятно, да, вот, и еще такой важный момент, у большинства аппаратов, кстати, техника, как бы с этим, с этой проблемой справилась, у них стоит программно, как бы зафиксирована такая функция, что при отрыве электрода от кожи не возникает вот этого вот сильного удара током, да, вследствие того, что ток сужается, да, в узкую точку начинает бить, вот, а у некоторых аппаратов этой функции нет, поэтому нужно, как на старых, древних гальманических аппаратах, иметь в виду, что отрывать электроды от кожи нельзя, да, то есть раньше, как бы, допустим, такую функцию нельзя было реализовать, и, соответственно, когда мы, например, работаем электродом, да, вот мы закончили, допустим, работать, выключили силу только на ноль, и только потом убрали его, но сейчас в современных аппаратах эта функция реализована, и, в общем-то, в принципе, когда мы отнимаем электрод от кожи, пациент не чувствует усиление, вот этого вот, усиление силы тока, понятно, да, вот эти нюансы, соответственно, гальваническую дезинкрустацию мы делаем, по какому протоколу, то есть 7 минут мы работаем по гелю и лосьону дезинкрустирующему, естественно, по гидрофильной прокладке, пропитанной лосьону дезинкрустирующим, обрабатываем кожу, да, особенно уделяя внимание сибарейным зонам, таким наиболее выраженным, с расширенными порами, то есть в Т-зоне, и потом смываем вот эти все продукты омоления жиров водой, а дальше мы берем точно такую же масочку, пропитываем ее или тоником, самым обычным каким-нибудь для жирной кожи, или там для гидрофильзатом коллагена алоэ вера, или хотя бы просто чистой, кипяченой, например, водичкой, кладем на кожу, и работаем еще 2 минуты с плюсового электрода. Для чего это делается? Для того, чтобы вернуть PH быстрее на место, да, в кислую сторону, для того, чтобы сузить пору, подсужить эпидермис, да, помните ту табличку, которая показывала, где эффекты, здравствуйте, эффекты плюсы и минусы, да, то есть мы после гальванической цинкрустации воздействуем по щелочному раствору, да, то есть реакция омоления жиров, у нас такая щелочная реакция на кожу активная происходит, да, мы должны ее как-то нивелировать, поэтому мы берем, меняем полярность, да, например, на электроде, вот, и работаем с плюса еще 2 минутки. Соответственно, у нас гальваническая цинкрустация длится в среднем 9 минут, 7 минут с минуса и 2 минуты с плюса. Если есть вопросы какие-то, сразу задавайте, если вдруг что-то непонятно. Вот, значит, соответственно, если мы хотим сделать потом еще и ионов РС, то мы после воздействия по тонику либо воде с плюса, опять-таки, все вот это вот, остаточки все смываем, снимаем, да, и тонизируем кожу уже тоником. Если работали по тонику, да, можно даже и не использовать уже тоник, не тонизировать, да, и дальше мы уже делаем процедуру иона Форенс, да, то есть мы, например, в случае, когда нам при протоколе, себорегулирующий уход, вот берем гей для жирной кожи с себорегуляторами и, соответственно, вводим его при помощи этого же аппарата, с положительного полюса он вводится, и можем потом сделать, например, ту же самую, какую-нибудь успокаивающую маску или поросуживающую. Завершить процедуру себорегулирующего ухода можно теми средствами, которые как раз для жирной и проблемной кожи предназначены, это либо гель Демотен, либо гель пектиновый, либо это сыворотка стопокна, если есть воспаление, да, на какие-то участки нанести, а потом закрыть все Демотеном или пектиновым гелем, то есть есть варианты. Соответственно, если нам нужен СПФ, то есть если процедура делается в первой половине дня и активное солнце, то мы можем использовать и солнцезащитное средство, то есть если солнце неактивное, условно, индекс инсоляции не более там 3-4, можем использовать крем увлажняющий наш легенький, который даже для жирной кожи, подходит, не забивает поры. Вот, а если, допустим, солнце активное, можем взять мультипротектор, наш прекрасный новый, вот его сейчас как раз раскупили, нет в наличии, да, но я уже говорила в начале, кто по промокоду будет со скидкой покупать, если чего-то нет, то этот промокод будет не неделю, как обычно здесь, а будет на те препараты, которых не было в наличии, например, ну, сохраняться скидка, вот это все в отделе продаж, знают, вам скажут, если будут вопросы. Так вот, можно закрывать более высоким уровнем солнцезащиты, это SPF мультипротектор 50+, он имеет текстуру oil free, тоже хорош, естественно, для жирной кожи, и самое его большое достоинство, это в том, что, во-первых, он не выбеливает кожу, не знаю, удастся ли мне тут показать, я себе сейчас нанесу на руку, вот, нет эффекта белесости, кроме того, нет жирного блеска, то есть он даже скорее матирует, чем, как говорится, жирнит, а это свойство как раз очень редко можно найти в препаратах с уровнем защиты выше 50, 30-ки еще можно какие-то там найти с антибриллиантс эффектом, а вот с 50-ками сложно, вот, и наши химики, технологи, долго трудились, но, наконец, сделали в прошлом году вот этот вот oil free, наш мультипротектор прекрасный, многие, может быть, его уже пробовали, вот, и как раз сейчас скоро будет лето, будет очень актуально, в зимний период актуально, конечно, когда мы делаем пилинги, вот, по поводу увлажнения интенсивного, если кожа обезвожена, или там, допустим, фотоповрежденная кожа, там, конечно, препарат выбора будет гель-концентрация с низкомолекулярной гиалуроновой кислотой, и вводить мы его будем с минуса, соответственно, мы делаем подготовку кожи, либо, допустим, да, крем очень комфортный, я согласна, я тоже как обладатель жирной, ну, комбинированной больше кожи, я очень оценила, когда его сделали, потому что это, ну, как молодежь говорит, очень большой квест найти солнцезащиту, хорошую, чтобы не блестеть при этом, как блинчик, вот, так что, да, действительно, это так, вот, смотрите, обезвоженная кожа, да, холодное распаривание мы можем сделать при помощи энзимной маски, то есть здесь процедура уже больше как бы антиэйдж, или там ликвидация обезвоженности, здесь нам не нужно прямо такое разрыхление эпидермиса, да, или какой-то элемент очистки, вот мы можем сделать массаж по энзимной пектиновой маске, это мой любимый способ воздействия в качестве предварительного ухода перед какими-то процедурами, честно сказать, вот, и дальше мы берем, уже делаем ее на форез, например, гиалуроновую кислоту, гельконцентрат, вводим с отрицательного полюса 10-15 минут, после этого мы можем сделать маску, кстати, в вот этой вот книжечке, кто вдруг забудет, есть, как делать маску, мою любимую, многие на самом деле уже знают, как ее делать, когда мы наносим два наших очень хитрых препарата, и получаем эффект фарфоровой кожи, так называемый вау-эффект, и можно посмотреть, на ютубе у нас есть процедура супервлажнения, тоже я показываю на пациенте, как сделать такой экспресс-уход вообще без использования аппаратов, там и массаж по энзимной маске, и вот эта вот маска, и очень хороший до и после у таких процедур, процедуру можно выполнить всего лишь за 30 минут, так вот, что нам для этого нужно, нам нужен гель для сухой нормальной кожи Нео, который мы наносим на кожу, нам нужна вот такая масочка, которую мы наносим на гель, и при помощи кисти эту маску мы пропитываем более концентрированным средством, которое тоже, как и гель для сухой нормальной кожи Нео, содержит липосомальные дегидрокерцетин и венотоники, это лосьон концентрат Нео, сейчас посмотрю, если у меня здесь есть, вот он выглядит вот так, вот, соответственно, мы получаем такой компресс, и потом в конце мы махровым полотенчиком сухим закрываем его и оставляем на 15, можно на 20 минут, и когда мы уже эту маску снимаем, да, потом, там уже, конечно, ничего смывать не надо, просто нанести финальный крем достаточно, то кожа такая очень, такая равномерная, напитанная, беленькая такая, как бы вот, все сосудики сужены, даже вот у некоторых бывает, особенно, когда сосудистые проблемы, такая синюшность, да, после этой маски лицо прям свежее, вообще не то слово, вот, как бы здесь как раз можно использовать очень хорошо вот этот вариант, вот, а можно взять, допустим, наши активные сыворотки какие-нибудь, к примеру, миорелакс, или актив лифтинг, или для очень обезвоженной чувствительной кожи 3D увлажнения с тремя видами гиалуроновой кислоты, и нанести под альгинатную маску, к сожалению, пока альгинатов у гильтека нет, но прекрасно можем использовать других производителей, и вообще как гильтек не позиционирует себя как моно такой вариант, что ой нет, не используйте чужое, как говорится, наоборот, в принципе, в протоколе чистки, например, классической, да, я прекрасно комбинирую и с израильской косметикой, и с немецкой, то есть, если мне нужно там, допустим, глиняную маску взять, или мне нужно подсушку какую-нибудь болтушку взять, да, я прекрасно комбинирую, вот, у нас есть на эту тему и вебинары, и так далее, вот, а, как бы, если, допустим, нам нужен альгинат, мы тоже берем какой-нибудь альгинат любой, да, который нам комфортно наносить, который хорошо полимеризуется, удобный, и под него наносим наши активные сыворотки, вот, и на завершающем этапе для безвожженных, от поврежденной кожи идеально будет сыворотка 3D-овлажнения и в сочетании с увлажняющим кремом, вот, увлажняющий крем, он дает еще дополнительное SPF 10, поэтому, в принципе, может использоваться и как солнцесоощрительное средство, когда нет активного сыворотка, солнца, то есть индекс инсоляции, знаете, да, смотрим в прогнозе погоды, Наталья, я не совсем поняла вопрос, какой фирмы, чего, глиняные маски, глиняные маски, я люблю, например, использовать джиджи, вот, то есть мне нравятся, они, правда, такие термоядерные, как бы, но, вот, когда нужно хорошо сузить поры, я люблю их, их теоловую маску, маску астриджин, ну, как бы, это, ну, на любителя, на самом деле, масок с коалином, ну, масса вообще вариантов у всех, у Янсена более такая бюджетный вариант есть, вот, поросуживающая маска, и скоро, может быть, у нас выйдет, потому что работы над этим ведутся активно, и можно будет уже все в комплексе, как говорится, в одном месте закупить, это, конечно, такая благая цель, чтобы косметолог мог все в одном месте закупить, но все это, конечно, требует определенных усилий, вот, значит, смотрите, дальше вот я перескочила на протокол для антиэйдж вариантов, да, то есть возрастная тоничная кожа, сразу вы видите, что много где появилось слово нео, как я уже говорила, препараты серии нео, они являются препаратами выбора для тоничной, тусклой кожи, кожи курильщика и так далее, вот, и, соответственно, опять-таки, в антиэйдж протоколах мы можем в качестве подготовки использовать не обязательно аппаратную какую-то, там, ультразвуковую чистку или еще что-то, или гальваническую, не обязательно классическое холодное распаривание, а очень хорошо как раз массаж по энзимной пектиновой маске, потому что мы убиваем тогда двух зайцев, у нас и массаж в процедуре присутствует, пусть 15-минутный, но все-таки мы много достаточно можем успеть за 15 минут, пациент расслаблен, мы сделали лимфодренажик, ручной и так далее, то есть это тоже даст нам эффект, вот эту разницу до и после очень хорошую, потому что имеет смысл хорошо вручную продренажить пациента, как бы, чтобы снять отечность какую-то, если она есть, улучшить цвет лица, таким образом, поэтому энзимная маска в качестве подготовительного этапа идеальный вариант, вот, и после этого мы делаем ее на ФРС уже препарата, допустим, какого-то из серии Нео, например, радиозрастного или гелия для сухой нормальной кожи Нео. Соответственно, саму вот эту вот салфеточку, гидрофильную прокладочку, либо, допустим, если мы электрод оборачиваем, да, салфеткой, мы смачиваем в лосьоне концентрате Нео, чтобы усилить эффект, вот, не в обычном тонике, и проводим эту процедуру. Дальше, опять-таки, мы можем нанести маски какие-то, тканевые, альгинаты, коллагеновый лист и так далее, вот то, что я сейчас рассказывала, можем такую маску сделать, можем положить активные сыворотки на область мимических морщин, миорелакс, на все лицо актив лифтинг, альгинатом закрыть на 20 минут, это будет как бы завершающая маска. И дальше, опять-таки, мы закрываем уже кремом, либо увлажняющим, либо, если солнце активное, то мультипротектором. Вот, если солнце неактивное, и вообще СПФ не нужен, очень, совершенно прекрасно у нас вышел препарат, это сыворотка, ну, это, конечно, не сыворотка, крем, да, антиоксидантный коктейль, Витаматрикс. И этот Витаматрикс, он, сейчас попробую его вам тоже показать, как он выглядит, вот такой вот, с зелененьким таким, зелененькой полосочкой, он содержит витамины А, С и Е, причем С в стабильной форме, в форме аскорбилоглюкозина, он имеет питательные компоненты, то есть, это очень такой комфортный, приятный, легкий крем, и при этом, он еще имеет такую, как бы, фишку, это светоотражающие частички, то есть, в таком, как бы, в смысле, свечения кожи изнутри, да, вот этот эффект свечения кожи изнутри, это, я бы сказала, ну, уже достаточно давно является трендом, то есть, сейчас не модно, так как было несколько лет назад, матовая кожа, матирующая все, вот, а сейчас как раз с плотным слоем, да, тональная основа, а сейчас как раз все-таки тенденция к здоровому виду лица, да, то есть, голая, ухоженная кожа, как иногда это называют, да, то есть, и здесь как раз вот светоотражающие частички, они, конечно, не блестят, как хайлайтер, да, но они вот дают такой вот фокус-эффект, да, смягчают фокус, да, как вот камера хорошая, с хорошими фильтрами, вот, и, собственно, тоже можно использовать не только в домашнем уходе, как дневное средство, но и как завершение каких-то кабинетных процедур, хотя это линейка хоум-кер, да, но очень хорошо как раз и в кабинете можно использовать, также можно использовать для сухой кожи, например, более питательное средство, это крем питательный массажный спа апельсин, вот, в маленьком объеме он в таких, в тубах продается, многие путают за счет того, что в тубе, они думают, что он там для рук или там для тела, на самом деле это прекрасная совершенно серия антиэйдж, крем питательный для лица, с маслом ши, маслом какао, с витамином Е, маслом сладкого миндаля, то есть он мало того, что питательный, но он еще и не дает вот такого жирного ощущения, да, то есть даже если кожа комбинированная, его, в принципе, иногда можно использовать, например, в качестве защиты от мороза, вот, и при этом не блестеть от него, а если его взять достаточно большое количество, почему он массажный, то есть взять целую столовую ложку, то можно 25, там, ну, максимум 30 минут делать косметический массаж, вот, то есть в большом количестве он еще и катается довольно-таки долго, в маленьком количестве он довольно быстро впитывается, такой интересный очень крем, вот, тоже, в принципе, можно использовать для завершения, когда не нужна солнцезащита, вот, вот, и что касается домашнего ухода, да, естественно, у нас идет очищение, там, геля чаще, лимус, тоники по типу кожи, да, соответственно, если жирно комбинированная, это будет тоник для жирной проблемной кожи, кстати, тоник для жирной проблемной кожи, он также хороший для нормальной комбинированной, потому что он не сушит кожу, да, то есть, хоть он и называется для жирной проблемной, но это, по сути, балансирующий тоник, он балансирует участки кожи между более сухими и более жирными, то есть, как бы, не пересушивая при этом более сухие, и, собственно, если есть какие-то воспаления, то можно, соответственно, использовать сыворотку стопакне, вот, и, если, как говорится, воспаления нет, то для просто жирной кожи, да, мы можем использовать и гель для жирной кожи, можем использовать и крем увлажняющий, в принципе, без проблем, потому что он не забивает поры, вот, и, соответственно, для этого, как говорится, есть много вариантов, да, вечером рекомендуется для жирной кожи пектиновый гель использовать, да, соответственно, если какие-то лечебные препараты наносятся, или стопакне, то они наносятся до него, а пектиновый гель, он нужен для того, чтобы, ну, во-первых, постакны быстрее уходили, во-вторых, чтобы подкислить среду, потому что он имеет по H3,5, и поэтому, соответственно, поэтому, соответственно, будет у нас закисляться среда на коже, микробы, патогены, они не любят вот эту вот среду, да, он сужает поры, он еще и как антипигментное средство работает, да, но самое главное, что ни клейжды модекс, ни пропионобактерии акне, они не любят кистовую среду, они такие любители щелочной среды, поэтому, когда среда закисляется, они начинают менее активно размножаться, и так далее, вот, так, а видно ли меня, что-то у меня тут какое-то было сообщение, что нестабильное подключение к интернету, вот, ну, я надеюсь, что меня видно и слышно, ага, отлично, спасибо, Марин, вот, значит, по поводу того еще, какой важный нюанс в уходе за проблемной кожей, или жирной, да, и комбинированной, это энзимно-пектиновая маска тоже нам в помощь, потому что все-таки закупоривание пор, черной точки, это больше как раз для жирной кожи характерно, или комбинированной, и как раз более важно регулярно ее очищать глубоко, да, но при этом не агрессивно, соответственно, энзимная маска, это папаин с молочной кислотой, и, кстати, с цитрусовым пектином в составе, который у нас состоит, вот, это как раз очень хороший вариант для регулярного глубокого очищения, вечером пришли два раза в неделю, да, на очищенную кожу нанесли, либо под пленку, либо можно, если воспалений нет, то даже самомассаж сделать, и, соответственно, вот таким образом кожа будет очищаться, и не будут образовываться интенсивно вот эти самые черные точки, можно потом дальше сделать какую-то, например, глиняную масочку, да, с каолином хорошую, или какие-то еще маски нанести, после наземной маски, любые маски будут работать более эффективно, потому что кожа подготовлена, либо какие-то активные сыворотки нанести, то есть есть варианты, вот, но регулярное глубокое очищение, я считаю, ну, для всех, в общем, нужно, ну, слайды будут видно потом, кстати, слайды эти вы можете скачать презентацию, там справа есть кнопочка файлы, вот, и оттуда можно ее скачать прямо сейчас, либо придет вам на почту потом после уже вебинара, не волнуйтесь, вот, если там что-то не придет, на почту нам пишите, на инфо собачка, и, соответственно, будет у нас, как говорится, выслан эта ПДФ-ка вам лично, вот, по поводу, опять-таки, из организационного, если кто подсоединился позже, у нас есть промокод, я в конце вебинара его еще раз повторю, который дает 10% скидку на продукцию, всю косметическую в течение недели, а на те препараты, которых сейчас нет в наличии, в какой-то причине, эта скидка будет дальше, так, Виктория, ну, не знаю, может быть, как-то вот, из браузера вашего ее и не видно, но вот у меня она в правом углу, наверху, но не важно, на самом деле, если что-то не получается скачать прямо здесь, то ребята пришлют, не волнуйтесь, просто напишите нам на инфо, и все, если в течение нескольких дней не придет автоматически, вот, ПДФ-очка с нашей презентацией, значит, смотрите, по поводу нормальной и сухой кожи, да, здесь как раз уход такой более нейтральный, да, мягкое очищение, тоники можно использовать и с гиалуроновой кислотой, эластином, он такой немножко гелево-сывороточной, текстуры, да, либо жидкий обычный наш классический тоник с гидрозатом коллагена, алоэ-вера, вот, использовать очень хорошо активные сыворотки, ну, хит, хитовый, это наш интенсив омоложения с ультрамолекулярной гиалуроновой кислотой, конечно же, вот, и актив лифтинг можно использовать, если нужна какая-то подтяжечка, да, он так механически за счет полула, она еще лифтингует, можно использовать миорелаксные мимические морщинки, то, что как раз мы обсуждали, да, завершать днем можно увлажняющим или витаматриксом, или если активное солнце, соответственно, мультипротектор наносить, а вечером в качестве питательного крема можно использовать крем питательной массажности по апельсину, он как раз вот для сухой кожи идеально совершенно подходит в качестве ночного, а под него, опять-таки, или активные сыворотки нанести, или, например, если повышенная чувствительность, можно гель для зрелой кожи, формула-1 и так далее, то есть есть варианты, опять-таки, по показаниям, по компонентам, которые до входа, смотрим, вот, ну, и, соответственно, для всех типов кожи нужен уход за зоной вокруг глаз, если кожа не возрастная, совсем молоденькая, или склонная к отекам, можно взять гель для кожи вокруг глаз, который обладает противоотечным эффектом, то есть там пептид асерил находится, а для всех остальных, и себя в том числе, как уже возрастного пациента, я прям вот очень рекомендую новый наш вот этот крем, сыворотка, сыворотка, крем-сыворотка, ну, это крем, на самом деле, для век с эффектом лифтинга, это шикарный совершенно крем для области век, его нужна буквально капля, чтобы вот нанести на эту зону, он прекрасно лифтингует, разглаживает мелкие морщиночки, и тоже снимает немножко отеки, темные круги убирает, за счет того, что там кофеин в составе, и там прекрасный совершенно компонент, пептидный тоже очень дорогостоящий, это пептид матриксил последнего поколения, называется он матриксил морфомикс, вот он действительно очень хорошо укрепляет кожу, в этой зоне, особенно если она тоненькая и морщинистая, я, конечно, понимаю, что всем хочется даже при избытке кожи сильного в этой зоне, при помощи неинвазивных процедур избавиться от этого, да, конечно, если там как бы выраженные малярные мешки, или прям вот сильный избыток кожи, да, растянута она здесь за счет многократных отеков, да, склонностей, то, конечно же, тут только блефаропластика поможет, но для ухода за этой зоной, я считаю, это прямо очень хороший получился крем из серии Home Care, всем рекомендую, сама им очень большим удовольствием пользуюсь. Вот, опять-таки, для завершения понятно, есть увлажняющий, есть мультипротектор, в одном SPF 10, в другом SPF 50. Вот, ну, естественно, крем с эффектом лифтинга, например, до 25, там, 28 лет, я думаю, смысла особого нет, а вот после 30, можно сказать, что прямо must have. Вот, и я помню вопрос Марины, по-моему, если не ошибаюсь, по поводу того, как определить полярность электродов, если у вас стерлись вот эти вот, как говорится, плюс и минус кнопочки, я не могу сказать, что прямо точно вам скажу, да, но я помню, что мы когда-то давным-давно определяли так, мы опускали в два стаканчика эти электроды аккуратно, конечно, чтобы током не дернуло с водой, и где вот пузырьки более активные, там минус катод, а где менее активные, там анод. Вот такой вот способ мы использовали. На самом деле, можно погуглить какие-нибудь ресурсы физиков, вот, где там вот они вот это вот все рассказывают, может, какие-то еще есть менее опасные способы, вот, но мы в свое время определяли так, да, то есть вот образование вот этих пузыречков более активно идет вот этот электролиз на, собственно, на катоде. Вот, значит, еще раз, если есть вопросы, пишите, я вам сейчас напишу еще раз промокод. Он у нас звучит соль. Вот так вот звучит. Вот, и это не относится к дефициту, вызванным карантином, а то есть к тому, что для гальваники мы используем солевые растворы. Вот, поэтому, собственно, на этом я, наверное, трансляцию буду заканчивать, и если у вас сейчас еще остались какие-то вопросы, то задавайте их прямо сейчас. Может, что-то вам показать еще раз на аппарате поближе к камеру или что-то еще, вот, то сразу мне сейчас напишите. Да, заказ со скидкой минус 10 от вашего косметологического прайса делается на сайте. Единственное, что меня сейчас предупредили менеджеры до вебинара, что сейчас в связи с карантином у нас нет функции самовывоза, только доставка. Вот, если у вас вдруг случайно вылезает, что доставка какие-то катастрофические суммы стоит, то это, скорее всего, системная ошибка. Вы просто звоните, как бы, или пишите нам в отдел продаж, и они это все урегулируют. Доставка по Москве, она, если не ошибаюсь, не превышает 300 рублей чаще всего. Ну, наверное, зависит как-то. Вот, спасибо большое. Вот, очень мне жаль, что, конечно, очного не получилось, но я старалась как могла компенсировать. Вот, значит, с 20.04 у нас подорожание, поэтому наши любимые оптовики, косметологи, которые продающие, работающие активно на нас, рекомендую закупиться до него. Скидка минус 10 для участников будет сохраняться, если вдруг какой-то позиции нет наличия, как сейчас, например, мультипротектора. Вот, у нас производство работает, все нормально, как бы, все меры соблюдаются. Половина сотрудников отправлены на удаленку, чтобы не заражали тех, которые остались, без которых производство невозможно, да, как бы, осуществить. Вот, поэтому у нас компания очень хорошо за этим следит. Соответственно, в записи обязательно Елена будет. Улажняюсь уже тоже смелее, понятно. Ну, потому что про подорожание уже была информация, какая-то где-то проскочила, поэтому народ уже раскупает активно. Вот, значит, но еще пока до самого вот этого подорожания еще есть практически месяц. Сегодня 20 марта, только 20 апреля в новый прайс вступит в силу, насколько мне сегодня сообщили. Вот, значит, по поводу того, чего нет, эти 10% мне сегодня, как бы, обещали в отделе продаж, сказали, что точно будет сохраняться. То есть вы делаете заказ, если сейчас, в течение недели после вебинара, и даже если чего-то нет, вы уточняете, за вами этот резерв сохраняется, минус 10% от этого косметического прайса. Ну, соответственно, до апреля, вот, до 20, до подорожания. Вот, наверное, на этом все. Я рада была вас всех видеть. Надеюсь, что вся вот эта ситуация, которая сейчас происходит в мире, она все-таки как-то позитивно разрешится, и мы снова сможем встречаться очно на наших мастер-классах. Но пока постараемся, как говорится, онлайн трансляциями компенсировать. Вот, и обязательно подписывайтесь на наш канал в YouTube. У нас очень много всякого образовательного контента и влог, короткометражные видео, да, больше для пациентов нужный. И вебинары, которые для косметологов мы проводим, они все-все-все выложены в бесплатном доступе. Пожалуйста, можете смотреть, как говорится, по любой теме, особенно что касается аппаратной косметологии, все это есть. Вот, и, соответственно, будем дальше встречаться. У нас 25-го будет тоже вебинар. Присоединяйтесь, буду проразаться. Рассказ у нас есть уже вебинары, проразаться много. Я постараюсь в этом вебинаре уделить внимание именно новым каким-то моментам, ну или каким-то не совсем распространенным моментам, касаемым этой вот патологии, которая, собственно, очень сейчас помолодела, к сожалению, и многие страдают от нее. Вот, и будем 25-го об этом говорить. До встречи. Всего вам доброго. Рада была всех вас видеть. Так, все, я выключаюсь. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова